Полный контакт с Владимиром Соловьёвым 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 Лучше всего характеризовал Арестович, бывший главный пропагандист. Он буквально на днях выпустил такое пафосное обращение к украинскому народу, где он назвал, что победа в стране, в которой господствует беззаконие, коррупция, отсутствие всякого смысла в деятельности, руководство, невозможно. Ну, тут я даже не хочу комментировать. Почему-то прозрение к нему пришло через достаточно продолжительное время. Теперь с точки зрения всё-таки перспектив. Ну, с этим режимом перспектив никаких, это абсолютно очевидно. И попытка компании 95-го квартала управлять достаточно сложной, большой страной, ну, показали свою полную никчемность. Ведь вот когда мы говорим, что Украины управляют, американцы, англичане, это верно. Но только отчасти верно. Потому что американцы управляют силовыми структурами, карательными структурами. Системой, так называемой, правосудия. Они контролируют назначение судей, прокуроров, следователей, и так далее, и так далее. Но в экономику они вмешиваются в меньшей, значительно меньшей степени. Она их не очень интересует. Следят за тем только, что были деньги на военные расходы, на какое-то там минимальное финансирование бюджета. И, по сути дела, экономика пущена на самотёк. Всё это привело к тому... Ну, вот посмотрите на этого человека. Он вообще похож на реального руководителя страны? Да нет, конечно. Да, это карикатура, конечно. И, естественно, про экономику даже говорить нельзя. Потому что такая комплексная страна, она разрушена практически полностью. И, наверное, легитимным стоит вопрос объединения оппозиционных сил, выдвижения каких-то кандидатов своих. Это хотя бы послужит цели объявить на весь мир, что выборы нелегитимные. Привлечь к этому внимание. Николай Иванович, надо отметить, что украинская политика всегда славилась тем, что каждый суслик-агроном и каждый политик-гетьман. То есть заставить объединиться совершенно невозможно. То есть вот эти... Такая трагедия. Вы правы абсолютно. Потому что в Украине было создано более 300 политических партий. Каждый более или менее человек с деньгами, ну а про олигархов говорить нечего, он создавал собственные структуры и политические структуры. Потом, конечно, ему приходилось объединяться с кем-то, протаскивать Верховную Раду своих представителей, потом подталкивать своих представителей правительства. Вы абсолютно правы, да. Но вот процесс объединения, он неизбежен. Потому что без этого процесса, скажем, сформировать какой-то серьезный политический кулак, который бы способен был разгрести вот всю эту грязь после государственного переворота, очень сложно. И разумные люди есть, особенно среди молодого поколения. Я на него и делаю ставку. Ведь они же выгнали из Украины практически всех политических деятелей, более или менее оппозиционных. Они, так сказать, оставили только таких, квази-оппозиционных. И мне очень жаль, что один из наших бывших соратников, Юра Бойко, например, в общем-то, очень быстро перекрасился, объявил, что он там сам националист, потом выступал с такими заявлениями, а сейчас, в преддверии выборов, он снова стал защищать интересы русскоязычного населения. Ну и так далее. То есть вот такие факты имеют место, и поэтому я не делаю ставку на старых политик, на бывших политик. А вот там молодежь, которая в тюрьмах отсидела и потеряла своих именамышленников, и сейчас вынуждена выехать из страны. Вот эти люди, на мой взгляд, способны смотреть вперед. Ведь я, так сказать, мыслю не категориями, там, месяц, два, полгода, а мыслю категориями, что этот процесс займет минимум 5-10 лет. Конечно. Так мне представляется. Но, кажется, мне сейчас они будут делать ставку, вот, враги, будут делать ставку, скорее, на Разумкова, внутри Украины. Они его тщательно берегут. Он, пожалуй, единственный у них, кто никак себя не проявил в это время ни жесткими антироссийскими высказываниями. То есть они вот так берегут такой персонажик. Ну, да, он же был одно время председателем Верховной Рады. Да, да, да. Какое-то время появился в политике. Но у меня, Владимир Владимирович, другая немного информация. Я не хотел бы ее, так сказать, значит, особенно излагать сейчас. Во всяком случае, по стране сейчас уже начали формироваться определенные группы, которые потом назовутся штабами. Мы ждать осталось совсем немного. Но все равно это будет антироссийская установка, и все равно это будут направлены либо на временное перемирие, чтобы подготовиться к следующей войне. Но явно, что нам не надо расслабляться. А то, что вы говорите о необходимости консолидации оппозиции украинской, это 100%. То есть рано или поздно надо некий будет создавать фронт сопротивления единый. Да, значит, вы правы в том плане, что ни с какой программой объективной, нормальной, конструктивной сейчас выступать нельзя. И вот даже вот этот Арестович, он же откуда это вещает? Он же вещает это не из Украины. А в Украине уже, кстати, против него главное дело возбуждено. А вот то, что я процитировал, что, значит, страна беззакония, разговор коррупции и так далее, он там изложил свою программу более-менее, но он ее опять же излагает за пределами Украины. В самой Украине изложить конструктивную программу, а конструктивная программа, безусловно, будет включать в себя, по крайней мере, союзнические отношения с Российской Федерацией, потому что по-другому невозможно развивать и поднимать экономику. Но вот это будет означать немедленное, значит, возбуждение дела, ареста там, да, и так далее. Но, тем не менее, значит, это должна программа появиться как альтернатива. И она должна украинскому народу быть известна. Николай Ильич, согласен, но смотрите, ну вот у нас сейчас, ну вот едешь по новым территориям, дороги, развитие колоссальное, аграрии вздохнули. Донецк дал объем зерновых, которые не давал никогда, просто никогда, несмотря на то, что по-прежнему там боевые действия идут. Параллельно территория, которая страшно заминирована, разворована, энергетика разрушена по разным причинам. Кто будет туда вкладывать деньги? Туда только на разминирование надо потратить миллиарды и неизвестно сколько лет. Энергетику восстанавливать миллиарды. Сейчас, не дай бог, что с плотиной случится киевской, и затопят там половину Киева. А там никто ни копейки в ремонт не вкладывал, и может случиться беда в любой момент. Кому сейчас будет нужна эта территория, куда надо просто восстановление тратить? Десятилетия и сумасшедшие деньги. Владимир Владимирович, я немножко вас поправлю. Значит, Донбасс всегда собирал приличные урожаи зерновых. Мы одной только продовольственной пшеницы собирали порядка одного миллиона тонн. И он был всегда самодостаточным. С точки зрения обеспечения себя, и не только, кстати, зерновым, и мясом. Там были громадные свинокомплексы и так далее. Курицы, так сказать, куриные комплексы и так далее. И то, что сейчас восстанавливается там, безусловно, для меня это позитив. Это, так сказать, пальзам на душу. Но я хочу вот что сказать. Как бы Украина ни разрушена, она нужна прежде всего тем людям, которые будут проживать на территории. Конечно. Конечно. Народу, да. Вот. И поэтому еще раз подчеркиваю, что главная задача сменить режим. И привести к власти нормальный конструктивный режим. Потому что, ну, были периоды, когда Украина развивалась там и 12,5%, и 10, и 5, и 7. И когда доходы населения увеличивались в 1,6 раза. То есть были периоды, когда Украина показывала свои возможности. И поэтому вот исходя из этого, я и говорю о том, что должна прийти нормальная власть, которая займется восстановлением. Да, это будет небыстро. Николай Иванович, жестокий вопрос. А может быть, эта нормальная власть должна прийти на уровень региональной власти в составе Российской Федерации? Все-таки самые яркие страницы украинской истории – это проживание в едином государстве с Россией? Ну, вы знаете, что идея популярна, идея та, что вот Украина, так сказать, должна быть независимой. Да, ведь это 30 лет уже в мозгах. Больше 30 лет. Начиная с 1985 года, когда Горбачев стал насаждать различные альтернативные течения, идеологические, политические, в конечном итоге вылились в создание националистических партий, это все было на моих глазах развивалось. Когда он специально ослаблял коммунистическую партию, и, так сказать, появлялись руки там, всякие другие, там, социал-демократические партии и прочее, прочее. И вот идея независимости, она уже, смотрите, вот несколько поколений ведь уже было воспитано на этой идее. Поэтому вот сейчас говорить о том, что Украина не должно быть, ну, это работать против, скажем, наших же нормальных людей, которые стоят за союз с Россией.